Добрый день. Добрый день. Что за люди? Лапкин? Да. А я Алпатов. Еще лучше. А Ивану кто вы будете? Алпатов что ли? Да. Ну кто? Ну кто сын наверное? Ну конечно. А что приехали? Сколько лет? Ну на родину потянул. На родину потянул. Хорошо. Ну вот Димка мне сын. Ну хочет в родину съездить. Приехали. Так вам сколько лет уже? 81. А сколько отец жил-то? Да он батя в 95-м помер. Сколько лет он жил? Да сколько нахуй. 67 или 65 нахуй. Вот для дивани мы хоронили. У вас кто тут курящий есть? Нет. Нет. Да у нас на территории курить нельзя. Никто не курит. Вы ночевать будете здесь? Нет. Мы сейчас кладем домой. А то тут можно порыбачить. Нет. Нет. Дядя Игнат. А вы на втором мостике не были? Да? Не понял. Я говорю на втором мостике не были? Да мы только подъехали вот сюда. Ну они откуда поехали? С Подсёпной? Да. С Подсёпной приехали. Никто не курит вообще. Ну нормально. Даже все. А это у нас место сделали. Крещение было. Ну мы видишь. Вот сын. Не охота ему сюда приехать. Ну поедем. Ну давай сегодня съездим. Поехали. Понятно. Вот сын мой вылазит. Это друг его. Это моя жена. Значит Иванова это внук. Это Димка? Да. Это внук. Да. Дядя Иванова. Ну отцу. Понятно. Убей меня. Да интересно вот он как. Ну озеро это ну как. Ну это поднимали. Видите сколько? 440 свай только забили. Там да? Ну вот к плотину-то гляньте. Она же видна. Ну видно. Ну так она же все размывает. Так раньше там убегало же все. Все время воды не было. А сейчас все поднялось высоко. И 3,5 метра воды. Ну. Сейчас тут есть карась. Горьям. Тут рыба есть? Конечно. Да мы не рыбаки просто приехали. Ну так. На родину. Дядя Игнат. Ты сам понял. Да? Ну да не. Давай приедем. Ну давай поедем. Ну тут далеко ехать что ли. Сколько раз Димка говорит. Папа. Давай съездим. Давайте ездим. Е-мое. Ну давай съездим все. Он сейчас в отпуске нахуй все. Думаю поехали. Я на пенсию. А у тебя как жизнь? То как. С Богом всегда хорошо. Да? У тебя так идет все нормально нахуй. А вы что увидели что мы подъехали да? Увидели из храма. Увидели и сказали проверить надо. Потому что посторонние люди. Не. Ну мы ничего. Нет нет. Претензий никаких к вам нет. Отдыхайте. Не. Мы сейчас еще искупаемся и поедем. У нас приезжает иногда здесь ночевка. Они ночуют. Палатки разбивают. Эрлих может знаете. Ну конечно. Вон. Роберт. Артур. Ну. Сейчас приезжает. Артур еще живой. Сейчас не знаю я в данный момент. Ну. Это. Место. Ладно тогда отдыхайте. Не. Мы сейчас. Дядя Игнат. Скоро уедем. Не. Ничего. Ничего. Хорошо. Ничего. Противоправным у нас. Нет. 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 Просто на родину приехали. Понятно. А Симаковка там еще есть? Есть. Есть. Да? Также поднята вода везде. Все пруды. Шесть обновили. Да? Вот Рыжковский. Это ради тебя, да? Рыжковский. В четыре примерно раза увеличили. Это Рыжков там он. В конце деревни. Раза в четыре больше сделали. Там озеро сейчас настоящее. Второй мостик сделали намного шире. Выше. А там вообще вода-то уходила всегда. Сейчас там плотина такая большая. И рыба там и сейчас есть. И рыба, и все там есть. И тут рыба есть, да? И рыба. Вот мы были здесь. Нево закинули. Сразу в полтора центра вытащили. Ничего себе. Да. Да нам рыба. Ну просто приехали. Да нет. Ну Родина наша. Да, понятно. Сам. Ну с Богом. Видите, храм у нас. А у вас-то храма нету. Деревня большая. Да нету. Ты какой? Ты чистая. Только без ругания. Вот. Вот именно. Все. Отдыхайте. Во славу Божию. Ну. А это у вас что там? Объясни. Приехали наши родственники. Вот я спрашивал Ивана. Это его внук. А это его сын. Иван Алпатов. Он был женатый на Анастасии. Стюра звали. Мельчакова. А Стюра Мельчакова и ее мать Стюрина. И мой отец родные брат и сестра. Пелагея Дмитриевна. А Тихон Дмитриевич. То есть это ДНК показало бы, что мы родственники. Много родственников. Видишь, сколько прожил? 57 лет. Все понятно, что восстановить озеро это не игрушка. Благослови Господи. Вот. На КЖЦ приехали. Его мать и мы. Двоюродные брат и сестра. То есть ДНК общая. Подстепная. Михаил Старший тебя, да? Да. Он 54-57. Сегодня 20 июля 2019 года. Субботний вечерний. Вечерний богослужа. Да. Жил ее еще. Ну отца в матерю нет. Ну это я знаю. Да. Дед Ваню хоронили. Так. А тетка Пелагея сколько лет прожила? Ой. Она сама не знаю, с какого она года была. Она с 5-го вроде считалась. С 5-го считалась. А в 95-го она повезла. Отец нас был с 10-го. Но она старше его была. Да. А дядя Степан еще старше. А вот он прошел уже 2 войны. Да. Да. Он на 2-й. Это было такое. Рамочные люди. Ну ладно. Все. Ну давайте счастливые. Извините, что вы. Нет. Ничего. Ничего. Просто на родину нас потянули. Мы увидели, кто-то приехал. Я говорю, надо это. А то бывает что-нибудь там это. Не. Заедут какие-то. Дядя Гнатьев пришел. Это Ельцин за руку взял патриарха. А ему говорят, не так. Он подает руку, говорит, приветствует. А он не знал. Ну что, президент. А что у нас дядя Гнат? 5 человек померло, блядь. В 65-го. Тут ни одного слова, чтобы не было. Не, ну извините, конечно. Ну никак нельзя. Ну это, ну просто как-то вырвалось и все. Ну дай бог вам тоже здоровья и все. Ну вот видите как, вот бывший клуб. Я знаю. Видите как устроено, окна все переменено. У вас большая деревня, сколько жителей-то? Ой, у нас было тысяча. Вообще не осталось ничего. Ну сколько? Я не знаю сколько, Валь. Ну Женя Долгов, это ваш? Да. Он приезжает сюда. Он говорит, может жить? А он ничего, селу не помогает, понимаешь? Ну не помогает. Дорогу сделали. Сколько он, проезда вообще не было. Ну вот было. Он, я обращал сколько раз, нужен грейдер. Разорвать. Я езжу, задрвать. Мы же дорогу вот отсюда сейчас, и съедите вниз, за одну щебенку 232 тысячи отдали. Да? Да мы. Ну. А государство должно строить дороги, восстанавливать. Решение-то принято к краевому уровню. Ну. А не рубля нету. 28 лет, не рубля. Я начальник детского лагеря здесь был, 45 лет. Слушайте, я... Тысячи детей подняли, и не рубля. Вы же подняли первый лагерь у вас был. Ну, эти палаты. Ну, когда никого не было. 19 лет здесь пустырь был. Ну. Вот так. Ну, пойдемте. Благодаря вам вот поднялась эта... Ну, мы все могли, конечно. Приезжали люди отовсюду, смотрели. Фильмы снимали, не просто фильмы, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Государственное. Ну. И нас назвали «Искорка возрождающаяся России». Погублено 21 тысяча селений. И 10 тысяч дышат наладом, где один-два человека остались. И никто нет. Мы единственные. У нас поселиться может, кто докажет, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Пять. Тогда разговариваем. Я сказал в Крыловой администрации, они говорят, а тут у нас ни одного нет такого. Статистика врет, говорит, на пропалую. Женщины, говорят, ругаются, мужчины курят. Вот так. Нет, у меня в музыке ни муж не курит, ни сын не курит. Ну, это хорошо. Дольше будет жить. Ну. Ну, дай бог вам, дядя Игнат. У нас одно с вами ДНК по родителям. Вот Стюра была, у ней мать была Пелагея Дмитриевна, а мой отец Тихон Дмитриевич. Они? Родные. Да. Дед Степан еще. Степан был здесь. Он старший у них был. Он, по-моему, прошел две войны, да? Нет, на этом он был на трудовом, там где-то работал. Ну да. Он в 66-м году умер. Я знаю, когда кто-то у него вот была, это знаешь. Ну, тебе что объяснять? Ну, понравилось? Да, да. Ну, конечно. К нам Барнаульский митрополит приезжает, служит здесь. Да? Да. Ну, вот у вас это интересно было на этот Иван Купалов, да? Ну да. У нас крещение здесь было. Люди были из Ливаны, из Германии. Из Ливаны. Из Ливаны. Вот откуда люди приезжают. Кого только не было. Ну, интересно, конечно, все это. Вы понимаете? Крестный ход, да, вот у вас? Да, крестный ход на озеро. Приезжает глава администрации района. Из края заместитель губернатора тут не раз был. Это все понимают. С нуля жить, к самой раздрае. 91-й год. Все падает. А мы начали с лопаты. Купили первую корову. На корове подвозили, где какое дерево найдем. А сейчас своя техника, видишь? Ты сейчас посмотри, вот на минутку, какой строится новый склад. У него один есть склад? Ну, я вижу уже. Фермер. А этот Леха Сиськов работает здесь? Кто? Леха Сиськов работает или нет? Такого нет у нас. Не, ну, раньше он был здесь. Фамилия как? Сиськов. Сиськов Алексей? Да. Так он в Корчино. Ну, я знаю, что в Корчино. Он в больнице, у него уже три инфаркта было. Главный агроном Корчино был. Он старше меня на год. Да, это племянник наш. Не, он с 56-го, я с 57-го. Ну, вот. Ну, вот так вот. Мне интересно. Ну, вам не помешало побыть в храме? Нет, нет, нет. О, смотри, показывает. У нас богослужение приезжает с Барнаула митрополит Сергий, со священниками, семинаристы. У нас, знаете, насколько все красочно. Потому что все свои. Все женщины надеты по форме, мужчины, безбородых, никого нет. Не, ну, все. А, дядя Игнат, вот и до. Все. Мне понравилось. Я еще приеду. Это святая православная вера. Совершенно трезвый. Должен быть под пояс. Верхний пояс зашел. Ну, я вам говорю, какие правила. Под поясом, конечно, не в трусах. Да мы просто приехали искупаться. Да, это другое дело. А вам Господь что показал? Это бывший клуб. Я знаю, это клуб. Как мы преобразовывали. Кран приезжал, железобетонные перекрытия. Не достанешь. Все где-то надо было переплачивать. Ну, со временем сделали. Святая православная вера. В России было все это поедало. Поехали. С Богом. Только если приедете, будьте не порошинки в глазу, чтобы не было. Совершенно трезвые. Я же вижу. Давайте. Ну, я поддатый. Ну, то, конечно. Если я не говорю, это не означает, что я не вижу. Мы за версту вас чувствуем. Да от меня запах. Ну, что вы. Да не запахи дело. В глазах, в движениях. У сына 30 лет, поэтому он. Поэтому. Ему как раз и поэтому не надо, чтобы с сыном дольше пожить. А это только жизнь сокращает. С Богом. Ну, это понятно. Все. Всего хорошего. Храни вас Господь. Дай Бог вам тоже здоровья. Да. Женю Долгова увидите, передайте ему лучшие пожелания. Да? Да. Он к нам приезжает здесь. Ну, понятно. Я его знаю, он недалеко от меня жил. Ну, и Наталью все знает. Все. Вот так, побыли немножко в храме. Ладно. Вот такая дорога, и все. Ничего этого не было. Благодать Божия. И все видят, какая красота. Что значит православная вера. Как щина, все в порядке. А это по улице ездит дежурный один всегда. Это его сегодня очередь, Андрей Агстинов. Вот я им дал визитку. На наши ресурсы могут выйти. Сыну 30 лет. Ну, вот. Все.